Здарова, друзья! Сегодня рубрика «Голый в соло» и, конечно же, та самая рубрика, в которую мы пойдём без шлема, брони и рюкзака. Думаю, в принципе, всё максимально просто. С вас, в свою очередь, хотел бы попросить чисто поставить лайк, подписаться на канал. Вдруг, если вы этого не сделали, то можете сделать. Очень вас прошу. Огромная мотивация. Ну и смотрите видос до конца. Можете поставить колокольчик, если вдруг вам интересны видосы. Ну и попробуем сегодня как-нибудь подняться в соло-режиме. Я, в принципе, готов. Нам для этого практически ничего не нужно, только лишь одна МКшка. И поэтому я уже, в принципе, готов. Погнали! Попробуем что-нибудь сделать. Главное вначале не забыть переодеться, потому что наш костюм — это чистое палево. Хочу задонатить UC в PUBG Mobile, но как это сделать? В игре всплывает ошибка, платёж не проходит. Для игроков из России купить UC можно через сайт playrock.com. Playrock.com — это маркетплейс игровых товаров и услуг. И здесь вы можете купить 325 UC со скидкой. Донат осуществляется легально через официальный сайт PUBG Mobile по вашему ID. У меня сейчас на аккаунте вот столько вот UC. Покупка совершается в пару кликов. Регистрация через ВКонтакте или Google. Оплата с банковской карты или с вашего Kiwi кошелька. После покупки вы получите инструкцию по получению товара, и у вас откроется час с продавцом. 10 минут — и всё. 325 UC-шек у меня на аккаунте. Сотни тысяч игроков получили донат через Playrock. Более 180 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Приобретай UC через playrock.com и трать их на всё, что угодно. Ну а также здесь вы сможете купить любой товар или любую услугу. Например, задонатить в какую-то другую игру или купить себе целый клан. Переходи и покупай. Playrock.com — ссылка в описании. Так, теперь одеваемся голым. Знаете, сразу так маскировка такая... Моментальная. Так, разрывки спрячем, зажигалки возьмём. Ну и постараемся вначале, конечно же, ну, кого-нибудь забрать, потому что, в принципе, для этого всё и рассчитано. Кого-нибудь забрать, что-нибудь отобрать. И на себе уже, то есть надев на себя, это засейвить. В этом, в принципе, вся суть голого в соло. Погнали встречать первого игрока. Ну а далее, если что, вдруг развернёмся и будем встречать второго. Опа-на. На что он рассчитывал, я просто не знаю. Ну, особенно бежать вот так вот. Когда в упоре человек. Отлично, что мы выбили? Вторая броня. Она, кстати, спасёт нас, возможно, от одной пули. Ну, в принципе, нормально, но опять шанс того, что МК-шку снимут, теперь выше. Опа-на, заметил. Тоже голенький бегает, как и все мы. Только вот откуда он пришёл, интересно. Просто, может быть, я его провтыкал. А может быть, он пришёл снизу. Хотя, что ему оттуда делать вообще? Так, здесь первый, второй где-то там. Но, надо быть осторожным. Чего? Да ну не, у него был шестой рюкзак. Так, давай-давай. Оп-оп-оп, всё. Сюдашечки. Блин, друзья, это охрененно. Ему не повезло, серьёзно, настолько сильно не повезло. Теперь мы, кстати, выглядим очень прикольно. Так, вот эстетично, я бы сказал. Правда, шестым рюкзаком такое чувство, как будто бы ты должен, ну не знаю, быть защищённым. Блин, пускай добавит рюкзак в стольный фронт, который будет защищать тебя от выстрела в спину. Чтоб тебя в спину не закрывали, блин. Классная идея, кстати, была бы. Но, наверное, такого не осуществят. Хотя, в далёком будущем 100% это будет. Так что, наверное, дождёмся. Блин, когда уже старые будем. Блин, у меня как-то текстуры продлагивают, капец. Мне просто страшно из-за этого, как будто бы всё мелькает, и может быть, типа, где-то человек. Но это просто глупые текстуры. Домой его. Ничего. Ну, прям совсем ничего. Странно, что он сюда выбежал. Оп, белое письмо. Слушайте, старт хороший, пока что везёт. Хотя, если бы выпала шестая броня, было бы просто, ну, идеально. У нас, кстати, в этот раз выход далеко. Так уж случилось, поэтому я предполагаю, что нам нужно выйти с награбленным. Хоть и немного, но засейвить нужно. К тому же, выход далеко, придётся всё равно потом в будущем бежать. А лежать очень долго пока что я не хочу, раз уж всё-таки мы что-то вынесли. Это уже более-менее, хотя бы похоже на агрессивную игру. И голым соло. Причём, знаете, планшетик так аккуратненько, белое письмо, жетончики. Вторая броня главная. 270 тысяч. Ну, как бы, считай, рюкзак, это довольно неплохо. Погнали теперь ещё раз. Раз уж если получается. Так, переодеваемся. Вот, думаю, у нас одна аптечка. Получается скорость максимальная, энергетиков почему-то 5. Спам, конечно, забаганный, но в этом прикол в том, что, как бы, вроде можно забрать босса, но шансов мало. Патрон мало. Босс к тому же довольно сильный. Была бы та самая вторая броня, синих пуль бы немножко. Тогда можно было попробовать бы. Но так, я думаю, что у нас вряд ли получится. Поэтому не будем рисковать и, скорее всего, пойдём чисто по людям. Давай же посмотрим. Если вдруг что-то отберём, то на босса сходим, конечно же. Только вот на кого пойти? Изначально. Тут надо уже додумать. Я думаю, что пойдём, может быть, на гору, кстати. Типа, почему нет? Кто так делает? Нет, редко кто. Наверное. Или же, наоборот, вон туда, вон. Попытаемся, в общем, быть непредсказуемым. Так. Я понимаю, что он выбрался. Хорошо. Но. Так, ладно. И здесь нас забирают. Фуловая шестёрка. Блин, вот если бы сейчас спрятались, на зажигалках просто могли бы его забрать. У нас снимают МКшку. Хм. Хорошо. Получается, что это довольно сильный минус. И получается, то, что мы вынесли в прошлой катке, ну, где-то плюс-минус столько и стоит, как наша с вами МКшка. Погнали повторно. Короче, мы пробежали довольно большое расстояние от спауна. Никого не встретили, конечно же. Ну, не считая этого. Здесь где-то была дырка хорошая прям. И в неё можно стрелять. Опа, найдёт один. Готов. Тут самый чел, который должен был следовать за нами, но почему-то очень-очень далеко отстал. Зато мы его поймали. Правда, у него самого ничего особо-то и не было. Пятёрка, кстати, блин. Тупо не успел выстрелить. Шаги снизу. Туповая позиция, кстати, по сути. Ну-ка, если мы сюда ляжем, то нас вообще почти не видно. Ну-ка, заползти можем? Нет, не можем. Жалко, но было бы круто. Четвёртая броня уже есть. МКшка целая даже. Но улучшенных обвесах, хоть и такой есть, но... Можно использовать. Блин, опять кто-то идёт. Нормально так. Типа, вроде всё нормально, но... Амэр. Ну, типа, вы поняли, что там минимум два человека и, по-моему, вообще очень много народу. По звукам вообще целых было пять. Ну, может быть, четыре. Что? Ладно. Интересно. Может быть, кто-то залез на бак, типа, пострелял по нам. Таким образом, по сути-то, ну, мы должны были эти выстрелы плюс-минус слышать. Ну, урон они нанести не могли, но он может выпрыгнуть прямо здесь, как бы к нам в спину. Так я не понял. Он в доме здесь топает или там снизу? Готов. Четвёртая броня, спасибо тебе, реально. Ну, реально, просто от души. Такс. Это, видимо, чирик СМР был. У него были зелёные пули. Третья броня. А чё, ткань у него? Нет, подсумок. МКшечка, слушайте. Неплохая. Так-то неплохая. Пойдёт это уже покруче, чем у нас была. Серьёзно, для полного комплекта не хватает только рюкзака. Такс, никого. Третья броня валяется. Прикиньте, как хорошо видно, да? Всегда бы так. Там, в принципе, тоже никого. Ну, понятное дело, страшно сюда идти. Там что-то валяется, непонятно. Но это явно не игрок. В принципе, да. Теперь уже ничего не ясно. Предполагаю, конечно, что на рожке сидит один тип. В принципе, по-моему, он так и не приходил к нам. Такс, если мы сейчас всё выносим, мы МК-шку, которую потеряли, всё-таки окупаем. Ну, правда, едва ли только окупаем её, потому что по факту так-то её и не купишь. Но зато мы хотя бы выбили улучшенную. Ну, какой-то прототип, что ли. Ну, и денег, в принципе, на веса на неё хватило бы. Ну, а также плюс такой, типа, плюс четвёртая броня, плюс шлем четвёртый. Просто навыбивали, как бы. Ну, пускай будет. Неплохо получилось. Опять же, все практически голые. Ну, а с самых жирных особо ничего и не падает. 428 тысяч. В прошлый раз мы вынесли 260, но там был шестой рюкзак. Ну, и, в принципе, на этом всё. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, вообще, ну, как-то поднялись мы или типа нет. Кто как думает. Ну, и также по второй ссылочке вы найдёте мою телегу, где можно купить вещи, купить UC-шки. Так что залетайте, если что, и туда тоже. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, не болейте. Ну, и, конечно же, мы с вами увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok